Ира, что вы захотите? В принципе, мы все собрались. Значит, мы обратились с этим письмом в Думу, и позвонил его помощник, и попросил подготовить предложение. Но мы все понимаем, что предприниматели, они, конечно, молодцы, но они не специалисты ни в архитектуре, ни в дизайне. Поэтому каждый должен заниматься своим делом с нашей точки. И сегодня мы пригласили вас, больших экспертов, каурских считаем, которые не равнозначны вот эта проблема, которые все-таки радеют за будущее города Калуги для того, чтобы попытаться сконструировать вот это компромиссное решение, определенную концепцию, определенную канву, которую мы потом попытаемся внести в городскую Думу и попытаемся объяснить, что такой вариант развития событий тоже имеет право на работу. И поэтому, позвольте, я представлю, если кто не знаком, здесь на сегодняшний день у нас, Дорофеева Людмила Витальевна, это наш известный предприниматель, она также является членом нашего регионального отделения, замечательный ландшафтный дизайнер, специалист своего дела, который уже много лет занимается, и в Калуге ее хорошо знают за ее активную позицию предпринимательства. Рядом с ним Елена Александровна Бриненко, тоже специалист своего дела, это дизайнер-стилист, это человек, который очень близок к красоте и к эстетике, и я думаю, у нее тоже есть свое видение на будущее этого района, о котором мы будем сейчас говорить. Очень нас радует то, что приняли наши приглашения в управление архитектурой и градостроительством, вот Юрий Иванович представляет непосредственно наше областное управление. Также мы обратились с просьбой принять участие к нашим ведущим краеведам, и вот, вот мне Николай Николаевич, я думаю, вы все его знаете, это очень уважаемый в Калуге человек, который тоже с нами сегодня обсуждает этот вопрос. Вот Валентина Николаевна Фринген тоже, она хотела прийти в состоянии, к сожалению, да, она заболела, и она не смогла, но вчера она, я с ней беседовал, она за, она готова нас двумя руками поддержать, вот, ну, я думаю, Николай Николаевич за двоих скажет общую позицию. Да, да, да. Вот, кто у нас еще? Александр Иванович Токарев, архитектор, просто архитектор, очень скромно, да, общественные деятели Черников, Виталий Алексеевич известный, также, насколько я знаю, Виталий Алексеевич по образованию архитектор, тоже просто архитектор. Ашкаломинка Владислава – это руководитель комитета по торговле Калужского регионального отделения, это человек, который непосредственно работает с предпринимателями, которые находятся на рынках, на площадках, и он в курсе проблем событий, всех принципиальных возможностей и невозможностей работы на этих площадках. Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Андрей Андреевич Руденко и, уважаемый Юрий Иванович Зельников, уполномоченный по защите прав человека Калужской области и представители СМИ у нас, некоторых наших калужских, которые изъявили желание присутствовать на нашем мероприятии. Если бы, позвольте, хотелось бы провести вот эту нашу встречу как диалог, как высказывание экспертных мнений по ситуации, и чтобы потом мы это могли как-то свести и обрисовать. И ближе к теме. Соответственно, мы вышли с предложением для того, чтобы сохранить в верхней части той территории, которая сейчас есть, рынок, непосредственно вот этот купол. Это, с нашей точки зрения, исторические все-таки здания. Согласитесь со мной, что если бы, к примеру, те же гостиные ряды, кто-нибудь из городоначальников того времени лет через 50-60 после того, как они были построены, решил бы снести, мы бы, наверное, их сейчас уже не видели бы во всей своей красоте. Я думаю, сейчас тоже, по сути, вершится история определенная. И мы должны вот эти памятники архитектуры той эпохи сохранить. Но мы, как защитники правопредпринимателей, хотели бы сохранить их именно в функциональном назначении. И поэтому нужно вписать вот эту часть, попытаться сочетать и рекреацию, и вот это здание, и оставить функционал. И если позвольте, я первым передам слово представителю управления архитектуры Юрия Ивановича. Я знаю, что на сегодняшний день уже и городом, и областью остался какой-то архитектурный совет, на котором уже как-то будущее вот этой площадки уже обсуждалось. Я разговаривал с архитекторами тоже, которые принимали участие там, кое-какую информацию они мне дали, но лучше из первых пуст от вас услышать, к какому концепту пришли, когда и что планируется, и будет ли что-то реальное, или пока только задумки. И мы можем со своими задумками, скажем так, вклиниться в это, и, может быть, наши предложения тоже будут интересны. Будьте добры. Ну, последний совет был месяца три назад, по этому вопросу как раз. Просто рассматривали концепцию просто территории, строительного Насштабного парка, такой с космической тематикой. В общем, все одобрили, также все одобрили, все архитекторы были за то, чтобы оставить это здание, именно как образ какой-то советской архитектуры, какой-то полупромышленной, а использование его только на усмотрение и городской парке, лично я предлагал там делать котов. Это наименьшее зло, которое, то есть, сделать котов. Практически, площадь позволяет котов сделать, а тогда они будут использоваться на сто процентов городом, люди там будут, потому что у нас нет никакого нормального такого для общих всех, как бы, на правом берегу он работает частично на народ, частично он работает для спортсменов, здесь просто будут кататься. Он позволяет делать вот эту периметральную схему и в раздевалке, и кафе, и все, что угодно по кругу. Все обслуживаю. Но это моя идея, как бы, бывшего района архитектора. А вот со стороны города какая идея выдвигалась? Потому что мы питаемся из СМИ, и постоянно разные идеи какие-либо. На архитектурном совете каких-либо других не рассматривали. Это просто как предложение. Рассматривали именно территорию вокруг. Территория однозначно это сквер, ну, маленький парк, то есть, для жителей города. Не делать там очень больших, этих самых, каких-то серьезных, ну, скажем, там, кафешек и так далее. Просто посадить деревья, просто делать дорожки, велодорожки и так далее. Вопрос просто застрял, будут решать, что это, не знаю, с этими двенагомами, с частными. А дороги двеная там? Поставлять. То есть через парк, что ли? Да. Нет, а переход и все. Там было предложение очень хорошее одно, немножко парку сделать, поскольку перепад позволяет, и людям проходить под дорогой. Ну, или под, или над, это уже дело техники, или сделать там светофорный переход серьезный в парк. То есть это дело уже будущего. Сейчас просто делать парк. Героныч, а когда хотели приступить? Вот мы знаем, ну... Приступили, они предлагали, вот, и город, и городская власть, говорили бы, что в конце весны уже начнут дорожки. В конце весны, да? То есть, ну, конечно, весна, это у нас март и май. Май, да. А по поводу здания, то есть пока не принято концептуальное решение, это же какой-то долгий процесс должен быть? Сначала какой-то концерт определен, потом это проектировщики должны проработать, да? То есть сколько времени это займет, ориентирующийся? Смотря под что. То есть приспособление его, допустим, под каток, не займет времени практически вообще. То есть вот этот же вот каток, который сейчас стоит в гостинке, туда переносится и все. Абородовую. Подождите. Там ничего не надо делать. Для внешней реконструкции все равно требуется. Нет, затягоритесь. Вот вопрос в чем. Хотя проводили исследования, все говорят, что проводили серьезные исследования, на самом деле, сверхсерьезных исследований, когда проводили бы приборами сканирования, купола, его не было никогда. Его нужно проводить. Если его реконструировать. Если его приспосабливать, если не навешивать там никакого оборудования на конструкции, то ничего с ним такого. Ну, то есть мы понимаем, что на сегодняшний день никакого концерта. Просто вот смотрите, у меня... Пока нет. Использованы концерты, использованы издания серьезно. Я попрошу пояснить свои назойливые вопросы. Просто вот мы же живем этим, да, мы питаемся СМИ, а вот СМИ, там, пресс-служба официально заявляет о том, что уже на сегодняшний день прорабатывается уже на конечном этапе проектно-сменятной документации, да, идет поиск инвестора на реализацию проекта. Но, к сожалению, мы вот думали, может быть, вы видели хотя бы вот эту проектно-сменятную документацию, касаемо чего она... Я не показывал, может быть, ее в городе кто-то и видел, но на совет ее не выносили, не архитектуры ни на городской, ни на тем более. То есть это не обсуждалось. Да и это дело города, собственно говоря, использование здания, его собственность, как оно будет использоваться. Николай Николаевич, позвольте, я вам как-то старейшине спрошу, а с вашей точки зрения, вот историческая цена самого этого здания и сохранение его именно как рынка, это привилегия этого здания? Как вы считаете, благодаря тому, что столько лет там именно рынок существовал? Я отвечу на этот вопрос, но вначале небольшой экскурс в историю. Вот вся территория, которую мы сейчас рассматриваем, это насыпная территория естественной природной балки, заканчивающаяся дальше той частью, которая на сегодня сохранилась, называемая Перезуйский овраг. Когда-то в глубокие времена Ледникового периода образовалась эта мощная промойна, образовалась природная балка, то известняка, кстати, опоры каменного моста, выстроенного Петром Романовичем Никитина, покоятся на мощном, естественно, на мощных хвостах известняка. Поэтому опоры стоят капитально, то, что разрушается сверху, некачественное строение последних лет. Вот это все засыпано. Сам Перезуйский овраг начинался примерно с небольшим уклоном от улицы Труда. Недалеко все это засыпное интенсивно. 16-17-18 век. Раньше существовала Калуга в этих границах таким образом, что был этот овраг, и по тем местам, по которым сейчас сложились улицы, существующие, пересекающие его, и Рылеева, то есть и Суворова, и дальше следующая параллельная какая-то идет. А они на этих местах были дамбы, мосты, а между ними озера, пруды, куда стекали нечистоты от проживающих, естественно. Потом это все начало засыпаться. Не построит Петр Романович Каменный мост Никитин, а это, естественно, ближе к реке, самое глубокое было место. Я думаю, что был бы до конца засыпан Березуйский овраг. Эти два уникальных памятника, наш бренд Каменный мост и сам по себе природный, ландшафтный памятник Березуйский овраг. А почему природный? Потому что это естественная граница склона, крепостной крепости, откуда, собственно, и пошла Калуга. И чем уникален Березуйский овраг, а мы дальше к этому перейдем, потому что все разговоры о парке заканчиваются тем, что он плавно должен перемещаться дальше в естественный, существующий Березуйский овраг, который тоже нужно приводить в порядок. И это проблема ближайшего времени. По этой проблеме обсуждался и по нескольким другим. 19 января вопрос у Коробцова «Мы стояли однозначно за сохранение исторической преемственности. Если говорить конкретно об этом куполе здания рынка, то он построен на территории бывших мясных рядов. Здесь всегда исторически была торговля. И это основной отправной момент для краеведов. Надо сохранять историческую принадлежность, обязательность руководствоваться и следом ей. Если что-то и переделывать, в основе должно быть то, что много лет назад было предложено и придумано и развито нашими предками». Здесь определенные усилия были вложены и Ципулиным, городским головой, который четырежды избирался городским головой, выделял как меценат деньги на поддержание этих мясных рядов. Рядом, это историческое место, рядом покрова на рву. После службы любая бабушка шла, как правило, это наморенное место, на рынок, покупала, потом шла домой, приготавливала из купленных продуктов себе любой христианин. Ближайшее место – это действительно вот это вот. Дальше. Мы были услышаны, по крайней мере, Константин Михайлов сказал, «Я вас услышал». Ну а дальше какая-то череда не совсем понятных обстоятельств. Через три дня, а 19 января мы собирались, 22-го, произошел городской архсовет, на котором обсуждался этот вопрос, почему-то он переносился, и на городской архсовет не был никто приглашен из Калужских краеведов. Сейчас я начинаю этот вопрос раскручивать, А почему именно я? Потому что в прошлом году я был вместо Александра Сергеевича Днепровского, который возглавлял Калужское отделение ВОАФИК с Российского общества охраны памятников истории и культуры, вместо него, по его просьбе, по состоянию его здоровья, по предложению краеведов, избран председатель Калужского отделения ВОАФИК. Помимо того, что я являюсь членом рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе, группа каждый год разрастается. У нас очень принципиальный и грамотный секретарь Вик Михайлович Лисицын, к сожалению, тоже занемог и неважно себя чувствует. С ним только утром сегодня говорили, когда я справлялся о его состоянии здоровья, так же, как и с Валентином Николаевым. И поэтому вот от краеведов я сегодня присутствую, может сказать, отдельно, хотя знаю, что рядом со мной сидят неравнодушные дамы, которые тоже позицию как бы краеведения отчасти поддерживают и примыкают к нашему образу, мышлению. Я сторонник того, чтобы купольное здание, пусть оно, определенная постройка социализма, но, к сожалению, сносить его, конечно, никак нельзя. Другой вопрос, как использовать. Мне видится, при всем уважении Кирилл Ивановичу, которого я знаю как очень профессионального архитектора и того, что он много сделал для Калуги, я не могу согласиться с тем, что в центре города, когда прослеживается историческая принадлежность и преемственность, необходимо его использовать под каток. Понимаю, что город ограничен деньгами. Самое правильное оставить его под торговый рынок по назначению мясная, молочная продукция. Можно согласиться с тем, что, может быть, он не должен обрастать планками вот этими кругом и тем, что у нас был раньше здесь промтоварный рынок. Хотя это тоже спорный вопрос. Но называть всю эту освободившуюся территорию парком, как вот это у нас муссируется в средствах информации и как везде это стримином сейчас звучит, у меня тоже не поворачивается слезы. Что за парк, по которому проходят две дороги с интенсивным движением? Это в лучшем случае два маленьких сквера. Причем, если на одном делать для детей какую-то космическую площадку, я понимаю, если бы это было за Уралом где-то, в Москве на территории ВДНХ к 60-летию запуска первого искусственного спутника открывается огромнейший шикарный павильон, где вся история развития космонавтики в большей степени и в лучшем чем даже в нашем музее космонавтики. Слава Богу, у нас сейчас делается большая пристройка и откуп того, что там будет размещаться. Но там все то, о чем мечтаем мы, как в микроварианте, предусмотрено. И мне думается, что даже вот эта концепция какого-то космического парка для детей, на мой взгляд, тоже не совсем удачная. Мне бы виделось, чтобы эта территория, плавно переходящая в естественный ландшафтный памятник архитектуры Березуйский овраг, который, конечно, нужно приводить в порядок, и надеюсь, что в 650-летие города это будет сделано. Кстати, я уже располагаю определенной информацией, что 22 миллиона рублей из бюджета сейчас пересмотрены, мне об этом сообщила столица и даже прислала протокол, на благоустройство территорий, привыкающих к Березуйскому оврагу по охранным зонам, то есть эти деньги можно сейчас уже начинать реализовывать на приведение в порядок Березуйского оврага. Мне думается, если мы хотим видеть здесь какой-то парк, то необходимо эти дороги прятать в тоннеле. Пусть это будет неровность рельефа, пусть это будет на территории два холма, между прочим, со слов авторитетного архитектора Голосова, перепад высот от этого купольного здания до улицы Достоевского составляет 5 метров, так что спрятать вот эту дорогу под тоннель и эту когда сейчас все обнажилось и это видно воочию, на мой взгляд технически это не представляет никакой сложности. Другое дело, что это, конечно, потребует определенных затрат. Это должна быть мощная бетонная конструкция, чтобы никак ни в коем образом не понижать уровень дороги, чтобы она оставалась на прежнем месте, потому что мы здесь в принципе влезая в этот грунт можем играть с огнем. Я не знаю насколько серьезно проводились всякие геодезические разведки, но это все бывшая территория засыпанная Березуйского оврага, питавшегося многочисленными родниками. Мы однажды уже столкнулись с тем, что рядом с церковью той же самой Джон Мироносец когда строилось здание Сбербанка нарушили грунтовые воды, пробил ключ, который за ночь заполнил. А что там? Там был старый коллектор деревянный еще деревянная труба, которая была просто работала по-вечему. Ее просто сломали, из нее потекло. Она же каналом осталась сегодня. По ней это тоже тепло, что ли? А кто скажет, что там такие каналы были? Короче говоря, мощности поступающего потока было достаточно, чтобы за ночь этот каплаван заполнить водой. И началась осадка рядом, пятиэтажная. Нет, но все это дубовое. Ну, с другой стороны все равно это дубовое. Да, это все равно какие-то частично грунтовые воды, которые тоже поступали в этот пусть деревянный коллектор. Я сторонник того, чтобы эта территория являлась естественным продолжением Березуйского обрага, засаженными деревьями, скамейками для отдыха, может быть с не широкими велосипедными дорожками, дальше могут пройти Березуйский обраг, но ни в коем случае никакие здесь... Вот когда я смотрел эти проекты, мне казалось, что люди настолько далеки, они рисовали в какую-то бесконечность, потому что, если посмотреть, сама по себе территория получается очень небольшая по площади. даже по этой площади, если не принимать во внимание дороги, его сложно назвать парком, всю эту самую территорию. Когда это продолжение Березуйского обрага, тогда приемлем в порядок все вместе это можно будет называть парком. Но при этом, конечно, непременные условия. Что-то нужно сделать с дорогами, их нужно прятать в тоннели. Кстати, со второго тоннеля, следуя тому же принципу исторической принадлежности и сохранения ее, открывался бы великолепный вид на то, что мы имеем и то, что на сегодня является нашей исторической ценностью по наследию. Это и каменный мост, и весь ансамбль присутственных мест, и Троицкий кафедральный собор, и церковь Покрова Нару, стоящая, здесь самая старая каменная. В этом факторе, вот я знаю, что меня здесь поддерживал Калугин. Он вообще хотел назвать его этот парк Екатерининский. Идет разговор о том, где поставить памятники Екатерине Второй. Мы в этом вопросе настолько пробуксовываем, потому что только благодаря ее приезду в Калуг в 1775 в 1775 году, потом был через год утверждено наместничество, разработан регулярный план застройки Калуги, которым мы следуем по нарисованному плану Петром Романовичем Никитиным. Я считаю, что это место историческое, и многие коллегеды мою позицию разделяют, не надо здесь придумывать никакие современные парки, ни колеса обозрения, мне думается, что и неуместно никакой детский космический парк. Естественная зона отдыха Калужан парк или два сквера с минимальной на нем размещением может палатка, которая будет продаваться для отдыха продукты пороженные и так далее. И то это не должно быть навязчиво и в большом количестве. Но вот если там не будут какие-то вопросы уточняющие, может быть, я не все еще рассказал из того, что могу рассказать и располагая информацию, но надеюсь, что мою точку зрения и прояведа услышали. Мы за то, чтобы купольное здание рынка сохранило свою историческую принадлежность, в нем осталась торговля. Конечно, Калуга должна развиваться. Я не знаю, через сколько лет нам могут сказать спасибо о рынке, который перемещен на Градцево. Но никаких изменений вижу, что пишут в прессе. Думаю, что иногда это не совсем соответствует действительности, что там Бойка идет в парковник, но не едут туда калугая. Вот надо это признать. Это настолько неудобно. А дальше, если мы просто для статистики возьмем и зададимся целью, а как в других городах, в центральном вечероземье существуют рынки, они везде в центре, на месте, но удобного пересечения всех маршрутов и дорог, автомобильного, транспортного, городского перемещения, они везде в центре, наш город не составлял исключения. Поэтому в центре города должен остаться продовольственный рынок. Городцов однозначно сказал, я вас услышал, но сказать, что он занял нашу позицию, он не сказал. Это было действительно. Но дальше, чтобы не повторяться, как развились события, вы все знаете. ваша точка зрения такова. Спасибо огромное за ваш такой пояс, очень приятно такой экскурс совершить исторический. И спасибо за то, что ваша позиция с нашей все-таки схожа. Мы тоже считаем, что здесь нужно сочетать именно с учетом исторической ценности данного территориального расположения и рынка, и природного ландшафта. И что касается самого участка, нас очень всегда задавали вопросом, даже когда конкурс проводился, там всегда рисовали такую красивую квартальную прямоугольную застройку, а вот специально я сделал катастрофы и карты, и мы видим, что на самом-то деле у нас к сожалению там благодаря трудам определенных видимо каких-то городских деятелей в свое время, эта вся территория покрошена просто-напросто на какие-то криволинейные вот такие деления просто-напросто, возьмите от улицы Кирова стоят здания и большой участок земли, который прилегает к куполу практически, он поддан под территорию этого здания, он относится к этому зданию, он не к рынку относится, то есть соответственно и к будущему парку он бы не относился в любом случае, дальше идут какие-то еще здания там частные здания вы совершенно правильно развиваете эту мысль может быть тот, что я не сказал, вот сейчас когда вся эта территория от снега обнажилась, вот здесь остались два частных дома со стороны улицы Рылеева, которые на общую картинку этой площади наползают как аппендикс, они еще городом не выкуплены, вот два частных дома со своими земельными участниками ну а после Достоевского там же тоже есть я вообще там где как раз было напротив них кольцо было разворот троллипусов когда Поголеева не ходили и еще обратить внимание вот на что вот здесь сейчас наискось от панорамы участок который сейчас занят автомобильной стоянкой но я располагаю информацией Юрий Иванович это тоже подтвердит здесь запланировано строительство семиэтажного здания четыре сверху но на наш взгляд этого допустить нельзя это будет беремо на глазу даже в концепции парка если мы сейчас просто говорим парк строить здесь его никак нельзя можно я небольшой риф продолжение Николай Николаевич один из экологов мне сказал такую вещь что по сути Березульский овраг и вот это его канальная структура которая идет практически довольно цифровая являются легкими города коллега и весь воздух чистый который атаки вот этот продуваемый территория он именно по этому каналу поступает если там будет семиэтажное здание то мы понимаем что это просто проектов много на самом деле и жилой долг там был тоже довольно высокий и хотели даже больше город не дал даже проектировать выше пятиэтажей что там будет будет ли там что-нибудь вопрос насколько это вопрос города что же давайте все-таки так как мы все-таки за предпринимателей и для предпринимателей я про нашу организацию у меня у меня больше вопроса интересует именно сохранение торговой части на сегодняшний день и этого главу угла нашей встречи я ставлю сегодня поэтому меня очень волнует насколько возможно ли сохранить вот это здание или возможно его поменять внутренний и внешний облик и функциональное назначение вот если позволите я слово передам архитектору тогда токарева Александру Ивановича и послушаю его мнение по этому поводу можно ли там внутри что-то строить там этажность какой-то что чем это скажется что это такое будет как вообще ваше мнение это то бы хотел перевести тему с рынка потому что катоколи как и и сохранение торговли вопрос вообще другой ясно что не басы потому что такое я уже слышал на что это по-моему на крайне неудачная идея но вот тут тот подход к теме который задал Николай Николаевич мне кажется правильным и я имею в виду что нельзя смотреть на объект отдельно взятый то есть нужно смотреть в структуре города и относиться к этому градостроительной и не думать что мы там за 22 миллиона там подчистим Березульский Аврак юбилей то есть нужно смотреть на какие-то этапами довольно крупными то есть сейчас происходящее наши действия должны относиться с чем-то что будет оставаться в общем-то нашим внукам а не так что мы хорошо провели поставили очередной памятник и все здорово залочка есть и да будет сквер не будет сквер но сквер легко сделать наверное за сезон но так же легко бульдозерный поставить на него срок площадки нет не в этом вопрос и вот рассмотрение вот этого участка который был занят рынком мне нравилось как архитектор не на что было смотреть я на самом деле не калужанин я из 92 года в Калуге но в свое время приехав я проводил обследование благоустройства в 90-х годах вы наверное все помните что это было на театрале вот эти стоящие даже не на металлические палаточки то есть как архитектура на вид то что сейчас освободили он на себе ничего не представлял но вопрос что здесь должно быть и как здесь могут пересекаться интересы и предпринимателей и горожан но это тема не в этом памятнике советской архитектуры она мне кажется кроется ну скажем я так же как Николай Николаевич там так сказать думаю о связи это с Березульский выход на Куе и все остальное но есть же темы меня честно говоря удивляют почему от проведя шикарную реставрацию гостиного двора торговые тоже площадки мы вот тоже превращаем в коток сделав покрытие еженедельно не знаю проводясь несколько раз в месяц ярмарки мы проводим вокруг сквера пластпаратного бывшего вот это не было умения почему это нельзя связать здесь это же может тема тоже такая же у нас есть торговля она ведется в разных формах ежедневно периодически и на мой взгляд это вопрос потому что разовое приведение в порядок Березульского оврага какие-то деньги выделены из бюджета с налогов или с чего-то мне кажется нужно думать о структуре финансирования я может быть смешно приведу к примеру там Зеленый город по-моему Яков Казацкий замечает но мы к сожалению не пересекались спроси дерево воткнуть это одно а кто за ним будет вообще это же дитя за ним надо следить и и и вот такое вот озеленительство к которому все мы с придыханием относимся ах как у нас зеленый город а как все это красиво на фотографии в советском периоде как все испортит дорогие мои ну не знаю как хранился бюджет советский период но сейчас видимо проблемы бюджет потому что когда я обращался еще к любимому но я хожу очень часто у меня это школа там уже висят стволы деревья над проводами троллейбусной линии с богоевленской церкви а может быть не дожидаться когда это упадет несчастный случай может не отвечаешь это я писал летом пятнадцатого года в план семнадцатого года на этом участке наверное будет произведена обрезка чудесно это значит наш ресурс зеленостроя таков чтобы привести в порядок аварийно висящее ствол дерево это на два года вперед если мы сейчас закладываем большой обмен давайте поймем откуда мы будем содержать и как это все будет жить и может быть как раз тут и совместить вот та идея косвенно вы начали говорить что может сделать слоистую структуру что можно совмещать и торговлю и парковки и все остальное вопрос превратится ли допустим компромисс между Ивановичем и Николаевичем будет в том что в самом помещении рынка будет все-таки каток но торговля здесь останется и может будет прийти но это будет уже другой эти комбинации использования конкретных построек они могут быть разные но подходить надо не давайте сегодня решим и сделаем отчитать здесь нужно рассматривать многие варианты с точки зрения на мой взгляд долгосрочного финансирования и ресурсообеспечения потому что иначе это все будут фантазии Голушев фантазии мои фантазии Юрий Иванович фантазии еще кого-то очень соглашаюсь с вашим авторитетным мнением давайте все-таки оттолкнемся от того и вспомним а неужели люди жившие 50 лет назад были глупее нас с вами которые приняли решение что на этом месте на старых местных рядах нужно сделать торговлю но цивилизованную подкрытым куполом подкрытым рынком почему историческое место должно поменять свое место почему я же не спорю с Владом я говорю только о том что если мы я меняю вообще фокус дискуссии как мне кажется и то что вы задали это важнее чем то о чем меня сейчас спрашивают что это решится останется ли там торговля будет ли там торговля будет рядом это место останется но сейчас для меня это непонятная вещь происходит то есть мы счистили там будет красиво и спрашиваю а зачищу будет красиво вы что такие богатые что ли нет я понимаю что в америке и на месте разработок для карьеры вдруг создаются парки но люди на эту тему думают и проект это не архитектура нарисованная картинка это всегда просчет а как это будет ресурсом обеспечиваться за счет чего я просто перестать фантазировать и рисовать я сам архитектор вроде мне нужно будет так а дайте мне заказ я вам сейчас нарисую я не хуже голышево на мой взгляд вопрос не в том и архитектор подключится когда будет но нужно понять в рамках ни одного года и ни одной постройки а в рамках градостроительных вообще соображений а что же должно быть конечно бредовая идея перерубать овраг какой-либо не был постройкой но и просто так проектировать парк нужно там думать а как это будет жить я бы я бы мне очень понравился подход Николая Николаевича я кстати когда в общественной палате были часть информации которую обладают краеведы я изложил презентации об историческом характере этого места и действительно там были и до мясных видов был торг там мясные виды там появились тогда когда проблема в чем мясные виды рубят мясо кровь течет и уже надо куда-то уводить а там речка течет и там все было организовано деревянный помост над ручьем на нем стояли ряды мясные и все что нужно было утекало в речку таким образом решалась проблема утилизации это было чисто функционально но за это время сложилась ткань борода то есть она сложилась это живая ткань борода это не не механическая машина это люди прежде всего и эти люди протоптали дорожки они протоптали дорожки во времени это не сегодня они протоптали это дорожки протоптанные веками люди селились с определенным складом купцы селились вдоль этих дорожек, потому что это было выгодно прежде всего, да, обустраивали город с учетом этих дорожек, да, и та точка схода, где в итоге все торговали, она же была важна не только для жителей города, это был рынок, на который приезжали и жители грязных территорий, им было удобно сюда приезжать, потому что со всех сторон можно было подъехать, речка была, артерии, и по дорогам ехали, и так далее, и вот эта ткань сформировала не только сам вот этот вот кукол, это социально-культурный объект, любой рынок, в любом городе мира, это социокультурный объект, где происходит обмен не только товара на деньги и наоборот, где еще происходит общение людей, я сам наблюдал на нашем рынке, когда приходят люди, ну, среднего преклонного возраста и просто разговаривают друг с другом, разговаривают с продавцами, это им дает выход, ну, вот, та неустроенность жизни, которая там где-то есть, здесь они чувствуют себя равными, они здесь, на этом рынке, это территория, которая создает, это аура определенная, да, в этом смысле думать надо и о деньгах, о которых говорил Александр, о планировочной структуре, вокруг сложившейся, о исторической памяти, которая жива, она, это, это, заметьте, это не обрезанная память, не то, что мы вспомнили, что здесь когда-то был рынок, давайте, он живет, он сегодня здесь, и вырывая вот этот вот кусок, причем я пока не понял, где принято решение, нет ни одного решения, где бы, например, закрыть рынок и построить, заметьте, нет ни одного решения городской думы или городской право, где было бы прямо написано, что мы убираем рынок и делаем парк, вот знаете, я не нашел, искал на всех сайтах, не нашел, есть только разговоры, есть распоряжение о передаче земель, есть проекты планов, архитектурные советы, но решение, где был подписан Иванов, принято решение, думают, проголосовали, его до сих пор нет, так вот, даже если это решение принимается, нужно понимать, что вырывая этот кусок, куда протостанной дорожке, мы одновременно вытаскиваем, ну знаете, как вот в компьютере берешь эту матрицу, дергаешь, а за ней провода тянутся, она же не сама по себе там сидит, так же и здесь тянутся провода ко всем улицам, сразу же, так как сюда сложились тропки и сюда ходят люди, многие ходят в пределах 20-минутной доступности, это очень густонаселенные районы города, пешком, не на машину, они ходят и параллельно заходят в соседние, сложившиеся торговые места, торговые, сервисные, не важно, что там кафе, магазинчик или даже банк, не важно, эти люди ходят и наполняют еще и эти организации жизнью, они деньги там оставляют, и эти все деньги идут, как православлено, в бюджет, в город, теперь мы это дело все выдираем, вот Данила Витальевна может сказать, наверное, как это отразилось уже сейчас на бизнесе живущих там, не на рынке, а живущих в других магазинчиках, выдираем и делаем здесь хорошее дело, парк, на который теперь мы тратим деньги, ну то есть, грубо говоря, да, это рынок давал деньги в виде налогов, теперь мы должны, а с кого собрать? А вот с нас, с жителей, а вот с бизнеса, а он закрывается, потому что здесь теперь люди не ходят, ну то есть они не заходят, ну или не в том количестве заходят, но мало того, вот у меня, я разговаривал с людьми пожилыми, пенсионного возраста, которые на рынке, они говорят, да я не зайду в торговый центр, то есть пока ситуация такова, что значительная часть калужан чувствует себя в торговых центрах некомфортно, почему? Потому что там охрана стоит, там эти блестящие лифты и так далее, и ты, если здесь на рынке ты под открытым небом чувствуешь себя частью города, и ты здесь равный, то там ты подчиненный, ты туда заходишь, ты должен как-то себя вести там, ну вот как-то встать, тут не, это пальто у меня чистое сегодня, или я вот вышел в астралибус, а вы видите, какая сейчас ситуация, человек, выходя из машины, вот проходишь 10 метров, у тебя все по коленам вблизи, и человек, заходя в торговый центр, где все блестит, ощущая себя немножко неполноценно, особенно это люди с небольшими относительно доходами, это тоже важный социокультурный элемент, об этом тоже надо думать, это наши люди, это жители нашего города, создавая некую конструкцию, которая должна радовать глаз кому, ну вот чья это идея, я никак не могу понять, вот почему мы сейчас это все обсуждаем, мы нас завели на это обсуждение, но а где лежала необходимость вообще, первопричинку, то есть кто вообще, вот кто в городе житель, наконец надоел нам этот рынок грязный, давайте, ну что ж, власти молчат, никак не могут его, да, ну кто вообще вышел на улицу и сказал, давайте здесь сделаем пак, не было такой потребности у людей, безусловно, согласен с Александром Ивановичем, я не понимаю, почему за 25 лет, с 90-х годов, когда он выглядел так же примерно, в городские власти, являясь собственниками, или участка из здания, не сделали ничего, чтобы улучшить какую-то, ну вот инфраструктуру этого рынка, ну 25 лет, ребят, прошло, с тех пор, когда это родилось, вот это вот полет, вот плёдочки полиэтиленовые, неужели за это время нельзя было как-то, ну, приложить собственнику, приложить усилия, чтобы здесь навести порядок, ведь был хороший опыт, помните, да, буду заканчивать сейчас же, хороший опыт был на Центре Европейской, там тоже был палаточный городок, рынок был, мини-рынок, сначала они сделали, переехали себе в палатки нормальные, то есть с дверями открывающимися, стеклом, а потом им предложили сделать акционерное общество, выложиться и построить вот этот вот Центр Европейский, где они получили свои метры. На Кирово. На Кирово. Детский метр. Где предприниматели получили свои метры, в соответствии сложенными, это абсолютно, например, соотносится со строительством ГУМа в Москве, когда был, там такой же Шанхай был на Красной площади, когда городской голова Москвы предложил купцам скинуться и построить ГУМ, очистив вот этот, это нормальный, ну, сохраняя вот тот самый функционал этого места, который сложился, который он протоплен на дорожке, изменить его радикально, изменив, ну, для условия, условия торговли, изменив радикально и для посетителей, и для торговцев. Значит, вот, мне кажется, что вот эта социокультурная часть не менее важна, чем финансовая, градостроительная, планировочная. Они, и, и вот просто так, одним решением, такие тонкие места нельзя действовать. Нужно вот взять, вот действительно, вот город, вот действительно легкие, там, здесь продувается, здесь там, ведь, заметьте, в городе Никитин спроектировал бойню, кладбище и так далее, с той стороны, куда с реки дул ветер, чтобы все вредные, ну, выделения, выделения, уходили в ту сторону, а не на жители города шли. Это было сделано очень мудро, заметьте, в те времена не было компьютеров, не было этих самых, ну, программ по расчету, да? Да, ну, ну, так, вопрос, и проектирование, все, что таким образом. И здесь то же самое, здесь, сегодня я вообще, я не вижу, сейчас правильно Ткаченко говорил, ну, ребят, если у вас нет денег на, градостроительное, планирование, если вы не хотите, вот, не надо ничего делать, оставьте, ну, вот, все, не надо ничего делать, и ушел человек, потому что, ну, были серьезные претензии у него на то, чтобы сделать эскалологию нормальные, градостроительные, ну, расскажите сейчас нам, вот, да, ну, там, да, не дали ему денег, там, его фирме не дали денег, да, вот, ну, а дали бы, Витали, давайте, и, короче, значит, моя, моя точка зрения такая, я считаю, что, вот, на сегодняшний день, это совершенно очевидно, это у города свыше миллиардов, сейчас, из четырех с половиной миллиардов собственных доходов, еще плюс четыре дает область, из четырех миллиардов собственных доходов, миллиардов у города, я, они обозначили 300 миллионов дефицит, я сомневаюсь, что он 300, он в этих условиях будет больше, рынок на сегодняшний день давал городу 60, это минимум, это через последний год, давал 60 примерно миллионов в год, 50-60 миллионов в год давал городском бюджету, сейчас будет потрачен, опять же, давайте, вот я становлюсь на позицию, честно все сказано, будет это муниципальная территория, это будет муниципальное здание, и так далее, хотя, почему-то нам наставить на инвестор, какого-то, какой инвестор будет давать деньги на муниципальную, значит, на сфере муниципальный, но вот у меня в голове не укладывается идиотизм человека, который возьмет выложить деньги, скажет, вот вам деньги, построите городской сквер, где вы видели сегодня таких замечательных меценатов, да, предположим, предположим, это будет все городское, но это означает, что нужно минимум на этот рынок сейчас, из городского бюджета, потратить весь дефицит, 300 миллионов, это минимум, это, я не говорю о выкупе вот этих зданий, вот этого, который в собственности, кстати, по периметру рынка, вот эти вот палатки, которые стоят, окружены, кто же оказывается, в частной собственности, они оказываются в частной собственности конкретных лиц, вот сам кубол, это муниципальная собственность, а то, чтобы принимать за приезда, числится как частная собственность граждан, это надо выкупать. Дом Лазовского, вот, я ж говорю, были ушные товарищи, которые вот такие, они зарегистрированы как объект капстроительства, это не временный сооружение, дальше, дом Лазовского, вот эта группа из двух домов, принадлежащих землей находящих сейчас должны быть выкуп я уже не говорю а вот здесь шалмане здесь же ниже вообще шалма просто туши сверху то есть 300 миллионов только на то что привести эту территорию в подарок порядок даже не делая тоннель если тоннель это будет там дороже ситуации и минимум 20 миллионов в год если судить по затратам на городской парк культуры отдыха там 80 миллионов в год уходит на содержание а это в четыре раз меньше территории уходит минимум в год 30 миллионов уходим на снижание двух парках вопрос непростой их найти невозможно значит остается один вариант там не все говорят ну то есть нам говорят не то что планируют на самом деле тогда 2 зачем хочется знать зачем это делается зачем разрушается живая ткань города исторически существующий рынок разгоняется предприниматель это уже ваша тема когда вы так вот весь комп вот этих мероприятий с какой целью делать если ее польза не очевидно ну никому не очевидно поэтому я считаю что вот это на этой части как минимум на верхней части должна сохраниться торгового торговый функционал как его привести в порядок это знание другое другой разговор но жить жители живущие вокруг вот здесь должны не свой продовольственный пусть хорошо на графском там правда там никто не живет практически в этой зоне непонятно кто там будет так жители использовать но люди живущие здесь должны иметь место где дальше второй момент это рынок дает возможность сегодня и будет давать я надеюсь что это сегодня всем людям занимающимся сельским мелким сельским промыслом зелень огурчики там капустка там и так далее все звон приходить сюда и расторговываться в том себя зарабатывать это тоже не последнее дело не сидя не сидя на шее у государства не сидя в этих во всех социальных а зарабатывая здесь вот мне кажется это надо оставлять функционал железно оставлять принимать предложения предпринимателей которые там торгуют сейчас и которые сейчас ушли но готовы вернуться о том что они готовы вложить деньги в благоустройство этой территории соответственно сделать с проектами которые сделают грамотные люди да это и есть наш инвестор наш городской родной инвестор зачем нам искать в москве в питере в испании каких-то инвесторов если у нас сидят свои люди готовые вложить деньги в это дело и свою часть интереса получить но дать интерес общественно дать интересы обществу в городе тогда я считаю вот надо это предложение формулировать принимать торговое назначение благоустройство прилегающей территории а вот нижнюю часть это уже вопрос достаточно серьезно как она будет отстроена откуда здесь понятно что эту часть даже деньги найдут сами 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 наши внутренние инвесторы а дальше надо думать если денег нет лучше не трогать пока начали то лица я если позволите небольшую ремарку вот как раз мы с предпринимателями общались и именно вот сходная инициатива у них появилась именно для того чтобы но мы увидели вот эту оголенность да я уже говорил про криволинейность которая сформировалась который не позволит красивый как какой-то ровный сквер сделать стройный вот с этой целью мы тоже вот и выходим с предложением о том чтобы на верхней части оставить торговый функционал мы ездим за рубеж да мы видим как там пусть готовные палатки у нас на новую их не нужно цель я согласен что за 20 лет там произошла деградация микрорайона в какой-то степени вот эти вот покатившиеся жилые дома которые складами стали там вещевыми там еще чем-то вот это вот вся неухоженность она конечно мозолила глаз да но такие кардинальные решения это вот сродни но некрасивый человек это как в спарте да ребенок некрасивый родился давай со скалы скинем да там ну вот аналогию такую я провожу но зачем так это же действительно историческая ценность и всяческая и самый главный плюс мы как предприниматели считаем то что это действующий действующая доходная статья бюджета и кто мне скажет что рынок это не выгодно для муниципалитета если он будет но я смеюсь там в лицо на согласно это отправная точка я хочу здесь еще пользуюсь моментом я хочу сказать что нашу позицию поддерживает вот а наши позиции в мелочах могут расходиться но в общем они совпадают наш патисты теперь поддерживает избранные государственную думу александр александр чарки он тоже склоняется я хотел продолжить смотрите и какая главная идея то что можно совместить приятное с полезным приятное с полезным если мы оставим торговую территорию которая приносит городу прибыль мы можем эти прибыли использовать как раз если подключим еще какие-то средства для того чтобы мы ей на памятник екатерине собрали для того чтобы мы выкупили в конечном счете вот эту рукави которая там для того чтобы очистить уже стройный вот такой ландшафтный проект и рынок же будет постоянно деньги давать он же постоянно даже не разово он же это живой организм который приносит прибыль он приносит и постоянно и это прибыль какой-то часть может отражаться на благоустройстве как раз тех территории которые вплоть до набережной могут идти это нормальный с моей точки зрения рациональный подход который можно воплотить и смотри что это правильно и мы даем сразу таким проектом ответы на многие вопросы на более того абсолютно в компетенции может принять решение что все аренды платежи аренды не налогов аренды платежи на территории фокусируется на благоустройство следующем благоустройстве и поэтапные вот так больше никуда не только на благоустройство дальнейшей территории все это вполне это не не протеречь закону может мне поверить это абсолютно в компетенции приняли решение целевым образом эти деньги направлять на дальнейшую реконструкции территории все вы там вот вы как опытный ландшафтный дизайнер предприниматель активное общественное действие скажите на следующий день толпу мысль который мы выражаем предприниматели может какие-то недочёты в ней может вы что-то хотите добавить как вот ваши видения ваших коллег то вокруг работ я знаю что ваш магазин замечательно находится как раз в том же районе и он тоже этому посленно пострадал все эти истории я могу сказать как предприниматель в первую очередь почему потому что меня интересует только такая статистика цифры аналитика и прибыль если этого нет это предпринимательство в отношении какое не будет иметь и к развитию дружеса вот правильно здесь прозвучало то что город это живое абсолютно содружество сообщество можно по-разному назвать и городу нужно развиваться нужно питаться нужно расти вот я тоже не клужанка я семнадцать лет живу в Калуге на моих глазах как раз все изменения которые произошли они произошли не могу сказать что что-то очень сильно и хорошо изменилось по городу но я могу сказать одно что если ты занимаешься предпринимательством не важно какого масштаба ты работаешь со своими деньгами или заемными деньгами которые ты оформляешь на себя и если ты банкрот соответственно он сложится на тебя в данном случае для меня явно и неоспоримо банкрот это город это раз второе на мой взгляд пусть это жестко прозвучит а так это лузер стопроцентный лузер потому что ему из года в год доверяют деньги из которых можно делать деньги ему доверяют инфраструктуру ему доверяют объекты на которых можно заработать а долг увеличивается я это не понимаю абсолютно потому что город может зарабатывать деньги и должен зарабатывать почему если жители будут жить первое безопасно комфортно здорово и сыта тогда ему тратить деньги а строить постоянно какие-то объекты 99 процентов это строится объекты торговли я хочу спросить а прибыль от этих объектов почему не остается в городе а уходят куда но в рынок прибыль уходят вся естественно хозяева москву что не возьмешь какой объект новый торговый дом ничего не копить и не остается в городе как после этого можно назвать тем кто управляет городом как не лузер это какое-то вредительство я считаю это действительно историческое место в каждом всего в городе три района в каждом районе должен быть с вами как можно построить рынок на графцев где действительно это технический район и он даже не спальны то есть и рядом моряковка рядом там еще что то есть у них маленькие рынки свои туре не на собственный рынок маленький сделал то есть это глупо и неразумно абсолютно и только когда разговор начал о рынке звучать естественно мы сели сразу предприниматель посчитали рынок это действительно правная историческая точка вокруг него на сегодняшний день и современный плац сложился некий англомерат из цепочки торговых и покупательских сетей это естественно гагарина московская суворова и королева до парка но на мой взгляд это если не ошибаюсь больше десяти гектар однозначно если все это суммировать даже на поверхностный взгляд я плачу пятьсот миллиарда полмиллиона в год маленькой ифе только налога я потеряла одну треть прибыли 5 миллионов я потеряла из прибыли из оборота своей неприбыли только за последний год так вот этот конгломерат который сложился он давал городу не менее полумиллиарда вот по моим скромным подсчетам полмиллиарда теперь когда разорили это центральную часть естественно все магазинчики и все лавочки и все услуги которые созданы они разорились уже но мало то что теперь тут убытки город потерял это и торговые сети которые расположены на кирова и других местах а вон везде упал зачем нам еще один парк зачем нам еще один поток если у нас нет денег ходить на него сделаю так чтобы люди могли зарабатывать и сейчас его жить в этом городе тогда нам будет куда идти тратить фуруты поддерживают почему первую очередь город после того как заработает деньги наведет просто порядок в городе чтобы было туда попу посадить на улицу жару первую очередь действительно есть какие-то исторические вещи которые можно продать приезжим это развивать нужно туризм сто процентов туризм туризм приносит деньги кладем туда не так много нужно поэтому естественно я за все в этой серии поддержу допустим приехали туристы зашли в красивый храм смотрели как туристический посидели на лавочке зашли на рынок купили какой-то калужский брендовый продукт молоко сметан пусть все что угодно да вот именно где написано сделано в калуге это же здорово они оставили здесь среди денежки церкви кинули котеечку за свечи вот какое отношение калугу за последние 20-30 лет калугу залога на святое покушаться она закрывается тема эта площадка ладно оставим то есть она есть она у нас я просто да я понимаю что сейчас мы провалились в космосе государственно но то что здесь находились люди создавшие мы просто пока провалили почему не на эту площадку сюда на велосипеде приезжал константин коллеги давайте все таки вернемся к нашей тематике вот городе городским властям не хватает социальной ответственности административной ответственности и уголовной ответственности после этого если бы люди этим обладали бы они нам по-другому относились Юрий Иванович вот вы внимательно все слушали что-то там у себя помечали записывали я знаю что ну равнодушный человек не будет уполномоченным по правам человека Юрий Иванович у нас уже многие годы занимают эту должность Юрий Иванович вот с вашей точки зрения вообще вот эта тема вот эта проблема и наши предложения как вы смотрите на них имеют они место для для реализации для воплощения мнения вот этих уважаемых людей которые сегодня собрались то есть как ваша точка зрения Места-то они имеют только пока толку от этого мало Я не буду стараться повторяться но как следить нам все-таки до полного года что действительно это место историческое достаточно посмотреть фотографии 1878 года в Ольберге известного где эти же мясные ряды стоят на том месте на той улице которая называлась Мясницкой бывшего Достоевского раньше называлась Новым Мясницкой поэтому этот квартал просто совершенно очевиден но я не думаю что здесь надо убеждать сидящих в этой простой истине вот что касается удобства рынка для калужан я живу там буквально в семиминутной доступности от этого места прекрасно знаю что туда ходят не только жители и ближайших домов но и фактически весь старый сектор потому что другого рынка просто здесь нет вот это надо иметь ввиду то есть парк от Солковского от заголовного сада бывшего до площади Победы все ходили на рынок и до самого последнего совершенно очевидно не могу не согласиться и с господой Галеевой Дорофеевой прошу прощения на предмет того что самое удивительное что город действительно теряет очень серьезные доходы бюджет вместо этого возлагая на себя дополнительный хлопот я вот вяжусь от той точки зрения что тот сектор который примыкает к куполу то есть до улицы Дзержинского его надо оставить под торговлю оставить торговлю под куполом и мне кажется наиболее перспективно и интересная идея застроить эту свободную территорию сделать ее в этой территории где можно торговать и деревью, пучками и каким то образом существовать на вот этом пространстве вот это моя позиция что касается нижней части рынка то действительно просматривается идея что там может какой то сквер и все это в ближайшей перспективе выходящая к Березуевскому городу территория она в конце концов стала ландшафтной и так далее хотя здесь я повторяю еще раз надо тоже считать потому что сделать то можно но это вылезает конечно очень большую копейку очень большую копейку по крайней мере вот в наших предложениях есть идея как я уже сказал да что вот эти средства которые рынок все таки будет давать там будет давать без посредника меня еще беспокоит вот такой вопрос как отношение к калужам к власти и к власти к калужам потому что вот если сейчас допустим через какое то время на нижней части рынка появится там очередные торговые центры офисные или еще что то то что лучшего способа самоубийство для властей для авторитета властей это думаю сложно и для городских и для областных потому что уже народ доверен к такой степени что любая любая деятельность власти она воспринимается уже изначально штыки потому что люди перестают видеть я тоже иметь это в виду я сейчас не говорю там о выборе президента или еще чего-то прикладные все эти вещи ну вот вообще вот отношения власти которая не слышит и не слушает своих собственных избирателей своих собственных жителей она просто удивительно стригает на просто не видно можно задать вопрос давайте вот конечно вопрос злободневный на сегодня и он к сожалению был решен авторитарно как вы считаете надо было по этому вопросу убирать отсюда или не убирать рынок проводить отрос референту калужа мнение вот такое или или вы считаете как вот вы считаете для меня очевиден я всегда стараюсь прислушиваться к тому что говорят жители там избиратель поскольку я думаю что любое решение основанное на поддержки в поддержке большинства горожан тогда она приживается что иначе можно конечно через колено все сломать повторяющихся это так ранее вне к первой победы и потом раскрыть это будет очень сложно особенно в архитектурном плане когда по поводу властей хотел бы пояснить следующее сожалению у нас сейчас такая структура что у нас назначаются люди люди как правило пришли и они у нас на срок определенный вот я однажды разговаривал с чиновникам еще десяток лет назад когда первые проблемы предпринимательских появились у нас гонение на бизнес я говорю понимаете вы решаете потом уходите мы с этим живем остаемся в этом наш мы здесь остаемся а вы уходите на повышение на пенсию еще куда то есть вот вся суть взаимоотношений общества и власти власть у нас из людей которые уходят а то их решение остаются с людьми в итоге вот еще проблема то все-таки вне самостоятельности представительных органов власти то более конкурс это важно поэтому сейчас формально говоря решение о том что там должно быть должно приниматься городской дума поэтому к вам раненими народа нашими с вами поэтому то что сейчас городская дума есть и так далее а завтра и формально может принять любое решение речь на вывод наших предложений которые озвучил их поддерживаете как я поддерживаю помогает поддержки и городская дума достает столько предложить два варианта а или мы сами не знаем настроение народа народные избранники знают они решили что там были они на этом космопарк или вариант б что он у нас тут не самостоятельно что они в состоянии отставить интересы большинства населения но вот у нас и есть желание сделать свои конкретные предложения и увидеть предложение их и все-таки как-то на весы положить это и чтобы они открыли тоже какие-то аргументы почему наш наше предложение не имеет право на жизнь а их предложение намного лучше вот спасибо вам большое они должны первую очередь аргументировать почему они такие предложения цифр нет аналитики нет прибыли нет но это это фантазия это тоже очень важно коллеги есть еще у кого какие мнения по поводу крыши не высказывался может быть да есть нет ну во первых я конечно присоединяюсь потому что николай николаевичу и людмиле вообще как всем сидящим у нас в принципе здесь не оппоненты собрались а люди в одном состоянии находящихся которые хотят чтобы это было торговое место ну есть конечно представители которые хотят чтобы готов я могу сказать что у нас есть объект которые нужно развивать а если настроить катки которых никто не ходит то лучше наверно на них нет каждое мнение цена вчера с моей матери пенсионеркой которая она приехала в этот город пять лет назад да и снова стал здесь соответственно для нее рынок она тоже пришла и для него это место общения а она там ну то есть она сажает саженцы она там продает она она общается это маленькая зарисовка но таких зарисовок множество и она как человек активный промониторила все рынки нашего города и вчера у нас была беседа я не знала что сегодня буду здесь а вчера была беседа как раз по этому поводу она сказала мертвая зона то есть человек пришел и по часу на каждом рынке просто посидел как потенциальный продавец и потенциальный покупатель она посмотрела на лица людей посмотрела и какой-то эти мониторинг одного человека на сказал туда люди не пойдут равно она была она была на черемушках то есть она сказала там есть определенные люди сложившиеся они покупают определенные товары они будут а их покупать она они сквезли на грабцево это вообще мертвая зона а спадут ну там даже бабушки бабушка например вот она раз она приехала на центральный рынок и там люди которые уже годами сложившиеся там есть специалисты 15 лет которые работают на рынке продают саженцы у них есть договора с питомниками за границей они привозят и в какой-то период торгуют они говорят что туда не поедет народ вообще не поедет народ а бабушке или например какому-то человеку который сам что-то посадил ему для того чтобы получить прибыль ему нужно приехать заплатить за машину еще что то получается что настолько некомфортное состояние для этого для пенсионеров это так это знаете как вот просто разговор вот пенсионер до человеку которого минимально это предположим пенсия ему нужно чуть-чуть заработать и пообщаться действительно это тоже такой момент очень важный это первое а второй как предпринимателя могу сказать что мы же с вами не глупые люди понимаем что в центр города это действительно это уровень который дает нам деньги то есть это самые дорогие торговые площади зачем было их выбирать для того чтобы сделать во первых нет действительно для того чтобы что-то делать вот мы предприниматели мы сначала просчитываем зачем эмоционалу даже да я женщина до блондинка но в любом случае если ты делаешь бизнес ты сначала считаешь а потом уже что ты делаешь понимаете а здесь получается что сначала люди эмоционально все вычистили а теперь они предлагают какие-то смешные там вещи давайте вместе с вами собирать деньги на фарм давайте вот это сделаем но тогда хотя бы не проговаривайте эту глупости вот это ну этот вопрос компетенции власти конечно нет но я как бы я не хочу ни с кем ругаться ни с властями с ним просто это абсолютно не популярное решение которое приводит к тому что действительно подрывается общественного доверия до доверия власть зачем делать сами себе я вам копать я вдруг хотел вспомнить однако в советское время начальники и советские другие они любили повторять не мы строили и нам и ломать я запомнил там правда действительно так вот почему сейчас изменилась позиция непонятно хотят хотят детский центр строить пожалуйста ищите место стоит хотите каток пожалуйста делать зачем надо одно уничтожать чтобы на это место сажать другую революция семнадцатый год какое прекрасное под детский центр было бы место если пошли навстречу власти и пустующее до сих пор не застраивающие снесенная территория старых заводах за который находился со стороны улицы чижевского центре города не надо сейчас на собственность так и так смешно не знаю за сколько они подозревали за массу самарский ребят купой купили за нее купили за на сколько разговоров вот это виза селить свадьба пионеров детей убрали не как же нужно делать только в центре города чтобы доступно было ни на право не где-то на окраине коры давайте в эмоции андрея 3 есть вот что следы вообще коллеги вот я хотел бы немножко уже резюмировать если ни у кого нет они проводились но они не 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 столь углубленные вот который дело в том что вот я его менял на посту районного городским головой я там тарабанил 16 лет за это время раза три значит то что кольцо там трещины на кольце на опорном там выходу там то всем проводились всякие обследование сейчас они тоже проводились почему я говорю настолько глубинных чтобы его то есть проводить реконструкцию не делал поэтому использовать его вот в таком виде можно то есть не на не нагружая купол вот только поэтому то есть это может быть грубо говоря все что угодно но что это может быть детский центр делать нельзя потому что без нагрузки там но нельзя это я правильно понимаю вас что для того чтобы было понимание можно или нельзя сделать там детский центр нужно проводить дополнительные какие-то обследования еще серьезные не просто исследования это серьезное проектирование я на совете говорю что это Серьезное проектирование нужно проводить практически на уровне российской академии. Почему? Нужно использовать современное и так далее, оборудование. Тогда даст и тех. Можно ли его использовать какой-то серьезный? Я почему говорю, самое простое сейчас было бы, как правильная мысль, вот очень хорошая мысль использовать во всех случаях, как бы и торговлю часть оставить, и отдать его вот каток или там, я не знаю. Юрий Иванович, я тут хочу заметить. Подождите, пожалуйста, можно ли я... Потому что если его сейчас мы начнем как бы вставать в третью позицию, нет, вот только это, только это, опять будет то же самое. И итог будет та же помойка, которая стоит 25 лет. Она так и будет. Ну что говорить? Помойка, она и помойка. Юрий Иванович, можно я такой момент уточню? Дело в том, что вот та экспертиза, которую проводила брянская компания, она против Смоленской, да, ну в декабре, да, вот о которой говорили. То есть, я так понимаю, она показала, что результат ее говорит о том, что купольная конструкция не является аварийной, и ее можно не сносить. И так и дичь не аварийна. Аварийно этого сломали бы и все. Вопрос в том, что можно ли реконструировать или нельзя. Поэты не проводили, а проводили именно аварийно или нет. Но для того, чтобы понять, можно или нельзя разместить детский центр, нужно дополнительно, ну точно, нужно еще проводить. Еще какой. Поэтому нельзя сейчас речи вести ни о ком детском центре. Это еще до этого далеко. То есть, вот этот промежуточный этап, это нужно, необходимо проводить? Да, его нужно подумать городу, как использовать. И использовать вот совместно как бы вот с предпринимателями. То есть, подумать, что даст городу прибыль и уберет оттуда, наконец, вот эту работу. То есть, далеко не факт, что вот это исследование может дать добро на именно приспособление. Я думаю, скорее всего, как раз даст то, что нельзя. Юрий Иванович, там я хотел еще напомнить, все-таки вот с точки зрения истории экологии, ведь по тому месту, здесь уже говорилось про балку, но ведь там ручей Березуй, он по-прежнему течет по всей территории рынка. Потому что я еще лет 30 назад, лет 30 назад, вот те подвалы, которые находятся в старом двухэтажном здании, которые выходят на Кирово, там подвалы. И там этот ручей еще тек, как в свое время в кинотеатре пионеров. Нет, там ведь овраг был глубиной 9-10-10 лет. Нет, это к чему говорю, если сейчас попытаются нагрузить купол какими-то дополнительными конструкциями. Нет, нет, я почему, ну я сразу, я сразу, я даже на совете сказал, что я, в общем-то... Просто для торговли сейчас не требуется нагружать, кроме как облагородить по-человечески. А это дорогое, ну, вот это исследование, да, вот когда... Проект, экспертиза и проект, это очень дорого. Нет, проект, я понимаю. Дело не в этом. Дело в том, что торговля, конечно, хорошо, но вот, опять же, я говорю, почему я думаю, что все это пошло, и до такого дошло, что рынок вот этот убрали? Потому что, ну, нельзя было вот этого, это ведь не к этому рынку вот конкретно, вот к этому квадратному относится. Это относилось к вещевому все рынку. Конец его убрали. Ну, что там говорить? Он переехал частично вот туда, вот, на Кравцевце-ЖСе, полностью там теперь, там, в Шанхай теперь, в этом углу. Абсолютно тот же самый. Ничего не изменилось. Опять те же самые люди, с утра уже, извините, не изменилось, что наши задачи как раз не допустить, и изменить. Мы же, если у нас же Европы, другие города, мы же нашла нестанавливать цивилизацию, да. Надо действительно тогда организовать группу какую-то серьезных бизнесменов, которые действительно возьмут этот кредит под свое, под это дело, и действительно приведут его в порядок. Может быть, вот там и будет другая торговля. Может быть, она действительно будет наша областная, потому что сегодня там 90% перекупщиков. А вот этот несчастный, несчастный ярмарк, который вот сегодня, да, который проводят на Старом Торге, вот тут вот как раз и есть производители наши коллочки. Вот они, вот они не могут попасть, там их не пускай. А почему мы сейчас муниципалитет управляем? У вас захотелось бы. Судя в другом, коллеги, вот мы просто, опять же, со стороны предпринимателей, Андрей, со стороны предпринимателей скажу, нам постоянно приходят разнарядки админпромторга, мониторинги разного рода, где спрашивают, а как у вас развивается, а как что, вот буквально я могу, вот буквально недавно, вчера пост выкладывал о том, что очередная комиссия при правительстве прошла, где говорят, рынки развивайте, давайте малоформатной торговли, задушили сети, сети вчера выставили условия всем поставщикам снизить на 10% закупочные цены, а некоторые, я говорю, с 10% там с 5% входят только в эту сеть, чтобы там товар свой на полку положить, а других каналов-то не осталось. Мы же и говорим, что нужно продумать именно, вот вся ценность этого рынка, я же не говорю, что вернуть эти палатки, это прошлый век, это деградация, я согласен. Нужно привнести самое лучшее, для того, чтобы калужане сказали потом спасибо за сохранение исторической целостности, вот этой вот нити исторической, за сохранение рынка как такового, как объекта культурного, назову прямо архитектурно-культурного, ну как бы кто не относился к нему, но это история, да, недорогней эпохи. Вот, и все-таки, как сохранение удобства для покупки, для продажи, а уж работать с местными производителями, извините, у нас и министерство сельского хозяйства Ярновки проводит, и в городе целый отдел по торговле, это их прямая задача, люди за эту зарплату получают, выстроить взаимоотношения так, чтобы непосредственно от производителя, товар покупателя. Правильное торговле за так работает. Ну, спасибо. Мы можем сделать. Мы будем, естественно, сельского хозяйства. А, с Ярновки на них? Все городские ярмарки, к сожалению или к счастью, на них не будут, они проводят. Даже на старом торговле. Каленья, я вам очень благодарен за сегодняшний диалог, он очень значимый для нас, потому что мы все вот эти предложения будем сводить и все-таки аккумулируйте предложения в городскую думу вносить. Спасибо всем за вашу позицию. Если у кого-то есть еще что сказать, пока мы не разошлись, я буду рад. Если вы собираетесь их вносить, то вносите как можно быстрее, чтобы не было принято окончательное решение. Почему мы и сейчас проводим вот это мероприятие? Оксана, можно вам вопрос? Вы собираетесь в ХП размещать заметку по этому поводу? И это будет следующий номер? Да. Ну все. В принципе, если нет вопросов, спасибо за ваше мнение. Я очень рад был вас видеть у нас. Милости просим всегда. Господа, кто на машине? Кто Николай Николаевич подбросит? К тому поводу. У нас сложно уехать. Я попросил. Да? Спасибо. 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 Спасибо.